По твоим подсчетам, сколько сегодня вы шли на улицу, вот так по прикидкам? Мои подсчеты не имеют значения, есть совершенно официальный орган, белый счетчик, то есть система технических устройств, которая фиксирует людей при проходе через рамки на митинг, 49 900. То есть это в 2,5 раза больше, чем на прошлом митинге на проспекте Сахарова, и это больше было только в 2012 году на Болотной. Мне показалось, кроме того, что ты говоришь совершенно верно, и ты уже говорил в последних интервью об этом, что вся эта история высветила новых лидеров протестного движения, мне показалось, что какое-то такое новое расслойение наметилось по, я не знаю, среде, условно говоря, демократам. Я вчера, например, читала в Фейсбуке очень такую длинную, некрасивую ссору Собчак и жены Парфенова о том, что там она говорила, Елена говорила, что в этом светская женщина как бы посмелит им писать то или это и так далее. Ну, а то они и спорили о протестном движении. Да, нет. Ну, это любимая забава оппозиции, надо обязательно разругаться. Особенно надо разругаться, когда намечаются какие-то успехи. Власть активно манипулирует этим, использует этот постоянный раздрай. Сейчас, к тому же, появление новых лидеров оппозиции, а им, собственно, совершенно по-новому сейчас смотрят на Дмитрия Гудкова. Еще вчера многие не воспринимали его всерьез. И появились такие люди, как Любовь Соболь и Юлия Галямина. Очень ярко высветился либертарианец, лидер либертарианской партии России Михаил Светов, о котором вчера знали очень немногие. Все это приведется не только к консолидации, но и к беконсолидации российской оппозиции. Потому что Алексей Анатольевич Навальный уже дает понять, что все это он. Все московские протесты должны подчиняться ему, ассоциироваться с ним. Это не все там спецприемники, где он находится. Значит, не всех это устраивает. В общем, все эти проблемы останутся, как обычно. Такого накала неприятия, я бы даже сказал, отвращения к путинской власти, как в эти дни, еще не было. Даже, пожалуй, не было в 2011-2012 годах, когда считалось, что эта власть пойдет на уступки и с ней можно что-то сделать. С ней можно как-то о чем-то договориться, пусть не обо всем. Нет, сейчас таких иллюзий уже ни у кого нет. Может ли это означать, что Навальный, который последние годы, ему как бы единолично принадлежало либерство оппозиции, что он будет оттеснен вот этими новыми молодыми людьми? И, кстати говоря, Соболь удивительно похожа на Собчак. Просто удивительно. Ну, это значительно лучшая копия, я бы сказала так. Да, так всегда и было. Я думаю, что Люба, она и культивировала себя, как, так сказать, молодая версия Собчак. На это обращали внимание многие на протяжении всех тех лет, что любовь находится в публичном поле. Да, объективно так и должно произойти. Но Алексей Анатольевич, во-первых, с этим не согласится. Во-вторых, я-то был бы очень рад, но он, конечно, предложит все силы к тому, чтобы вернуть контроль над протестным движением в свои руки. Посмотрим. Здесь у меня нет ни, я говорю, что оптимизма связан только с тем, что в оппозиционном движении стало гораздо меньше иллюзий и появились новые лица. А пессимизм с тем, что Навальный во многом изоморфен Путину, похож на него по способам консолидации власти в собственных руках. И не того пространства, на которое он может влиять в собственных руках. И здесь ничего не изменится. Уж коли мы начали, чтобы закрыть вообще тему России, перейти к украинским событиям. У нас тут в гостях был Алексей Венедиктов. И он каждый раз, когда приезжает, но, собственно, не каждый раз, когда это второй его приезд на последние пять лет, он каждый раз делает специфические снимки, он каждый раз дает интервью с таинственными намеками о том, что он да, он ведет постоянные переговоры. То есть он изображает человека, который играет очень важную роль в этой связке Украина-Россия. Хотя совершенно понятно, и я наводила об этом справки, с кем он встречался, говорить не буду. Он не встречался с топами украинской политики. Зачем он делает такое важное и умное лицо? Ты вот хорошо знаешь, что вы начальник в каком-то смысле? Нет, он совершенно не начальник, но, безусловно, он старший товарищ и партнер, товарищ и брат. Ну, это его бизнес, он должен так делать. Потому что, в общем-то, радио «Эхо Москвы» – это последнее неподцензурное радио в Российской Федерации, ну, вообще на федеральном, на общенациональном уровне. В регионах еще есть какие-то независимые площадки. На уровне страны оно осталось одно, и благодаря вот именно этим коммергерским средворческим способностям Венедиктов. Умени рулить, лавировать, вот так сказать, делать вид, где нужно, где не нужно, не делать. И поэтому я это только всячески одобряю, хотя это тоже могу и паронизировать по этому поводу время от времени. Кстати, то, с чего я хотел начать, обзор украинских событий, это с того, что касается непосредственно лично меня и Венедиктова одновременно. Интересно, значит, против нас двоих выступил актер, театральный киноактер, а ныне, как я выяснил, боец АТО по имени Мирослав Гай. Значит, он написал где-то там, что вот в Украине сомнительную активность проявляют приспешники Путина и кремлевские пропагандисты Белковский и Венедиктов. Причем я себя называю первым в этом перечне, что нескромно, именно потому что так сказал Мирослав Гай. И, конечно, служба безопасности Украины, написал Мирослав Гай, должна это дело остановить. То есть меня и Венедиктов. Ну, я думаю, что Мирослав Гай, я не знаю, знаешь, с такого человека или нет. Нет, я не знаю такого человека. Он просто не в курсе, да, потому что он ничего не слышал про меня, я думаю, до формулирования своего этого высказывания. Он не знает, что я поддерживал две революции, в том числе первую оранжевую в качестве активиста, а не только информационного работника. Я категорически выступал против аннексии Крыма и войны на юго-востоке Украины, из-за чего огреб немало неприятностей у себя в России в 2014 году и много еще чего. Ну, и Венедиктов, главный редактор, в общем-то, последней незасвободной радиостанции в общефедеральном масштабе в России. Ну, Стас, здесь нужно сказать, что в Украине очень многие об этом знают и помнят. Я только сегодня читала какую-то дискуссию с какими-то людьми. И одна из твоих поклонниц украинская говорила, перечислялась и произошла слуги, и говорила, что абсолютно про украинские и так далее. Поэтому, я думаю, что в Мирославе кто-нибудь об этом расскажет все-таки. Или он посмотрит нашу программу. Я просто думаю, что он прочитал какие-то, так сказать, сделал свое заявление по темникам, которые ему кто-то дал из окружения Петра Алексеевича Порошенко, и тем самым вот это прохоботство продолжается. И сегодня еще некий член НАТСовета по телевидению и радиовещанию, по-моему, Сергей Костицкий его зовут, если я не приношу извинения. Да, если я перепутал, да, значит, сказал, что не может никогда быть бюро эхо Москвы в Украине, и двери НАТСовета будут для него тяжело закрыты. Значит, и это я к чему говорю? Не к тому, чтобы меня сильно травмировало заявление Мирослава Гая или Сергея Костинского, которых я не имею чести знать, не знаю, познакомлюсь ли ими когда. А к вопросу о мире. Много же рассуждений о том, что миссия президента Зеленского – это принести мир. Но невозможно принести мир, пока не определены критерии мира. Мир – это что? Что там Путин отдаст Крым завтра? Нет, не отдаст, конечно. Прекращение огня в отдельных районах Донецка и Луганской областей возможно, но прекращение самого замороженного конфликта невозможно еще лет 10 как минимум, из-за того, что этот конфликт существует реально на уровне целых поколений людей, а не просто там Киева и Москвы и вооруженных сил с двух сторон. Поэтому мир, в первую очередь, это риторика мира. Это не надо воевать со мной, Венедиктовым, который максимально благоприятный для Украины с российской стороны и фактически выполняет значительную часть работы, которую должен выполнять украинский политикум и украинское медиа-сообщество. Да, надо с нами дружить. Вот это же карго-культ, опять же, путинской России. В России всегда, когда что-то не нравится Кремлю, то начинается разглагольствование о том, что Россия осаждена на крепость, против нас ведется война со стороны США и вообще всего евроатлантического мира, поэтому нам, например, запретить интернет и соцсети. Это из той же опыта. Еще какой-то депутат от «Слуги народа» начал говорить о том, что надо ввести уголовную ответственность за несанкционированные сепаратные переговоры с Россией. Ну, это вообще полная глупость, потому что... Ну, это, собственно, не большая глупость, чем то, что мы слышали из уст предыдущих уважений. Пока что это отдельно звучащее мнение людей, которых мы не очень хорошо иногда даже и знаем. Я думаю, что очень скоро мы услышим официальную позицию. Какова она картинка мира, а на какие компромиссы готовы идти или не готовы и так далее, и так далее. Тогда я думаю, что мы сможем говорить более предметно об этом. А я бы хотела поговорить о событиях этой недели, встрече Зеленского с Ардаганом и с Варфоломеем, о которой говорят, что она была не очень удачной. Что ты об этом знаешь? Я не так много об этом знаю, но что-то знаю. Думаю я об этом, что встреча с Ардаганом и ему не могла быть удачной, поскольку Владимир Александрович Зеленский смотрит на ситуацию с Томасом, автокефалией и всеми церковными вопросами в Украине достаточно реалистично, как показал этот визит. Вообще, Украина может построить самостоятельную единую автокефальную церковь. Я об этом не раз говорил. Я даже знаю, как это сделать. Хотя мне не платят за этот совет, я его произнесу в эфире, потому что я ничего не теряю. Я уже много раз его публично озвучивал. Можно покопаться в архивах и найти раз десять, как я его озвучивал в самых разных формах. Никто же ничего не помнит, поэтому я еще раз озвучу. Это будет звучать как первый раз, поэтому рейтинг нашей с тобой программы не пострадает. Нужно сделать следующее. Во-первых, нужно вовлечь в этот процесс объединения УПЦ-МП. Зеленский прекрасно отдается в чем-то, потому что это крупнейшая церковь, и без нее ничего сделать нельзя. Поэтому подписать заявление, которое бы демонстрировало однозначную поддержку исключительно ПЦУ, она же СЦУ, как мы знаем, по константинопольскому диптиху, но по-украински и по-русски это сказать не очень прилично, нельзя. Это, так сказать, деконсолидирует поддержку, общественную поддержку президента. Вадим Александрович Зеленский хочет, как червонец, быть любезен всем. Это хороший для него слоган – любезен всем. В свое время был такой, он жив и здоров, я надеюсь, в добром утро и сейчас, политик Евгений Альфредович Червоненко. Помнишь такого? Да, он очень активно выступает. Формальное прозвище, на которое он сам не обижался – Червонец. Я вот ему в шутку однажды предложил слоган в какой-то очередной предобранной кампании «Червонец, дунец, очень любезен всем». Вот этот слоган во многом позаимствовал неформально Владимир Зеленский, поэтому он, собственно, не подписал никакую декларацию с РФ Америки. Вот возвращаемся к сценарию. Значит, вот вопрос надо вовлечь УПЦ МПР в обязательном порядке. И нужно довести дело до того, чтобы автокефалия была признана так называемым рубитражом восточных патриархов, то есть совместным решением пяти первых по чести патриархатов Константинопольского, Александрийского, Антиокийского, Иерусалимского и Московского. Этого можно добиться, если заниматься этим 3-4 года последовательно, и еще раз повторюсь, участие ему по ЦМП. Может, вполне, это реалистично. За одну кадетцию Зеленского это можно сделать. Другое дело, что, естественно, Петра Порошенко такой сценарий совершенно не интересовал. Ему срочно нужно было получить формальную бумажку перед президентскими выборами, чтобы использовать ее в рамках кампании, а бог, как известно, не фрея. Можно еще всякие шутки шутить, типа фиктивного убийства Бабченко, но с религиозными, сакральными вопросами лучше такие шутки не шутить. Поэтому, естественно, Зеленский ничего подписать и не мог, но мне кажется, что старый хитрый лис Варфоломея это все прекрасно понимает. У него не возникло никаких трагических эмоций по поводу случившегося. Ну, он воспользовался ситуацией тогда с Порошенко. Оттяпал у ПЦКП все иностранные приходы, подчинил. То есть, филарет Денисенко во многом прав, конечно, он подчинил себе вот этот ПЦУ. Она не является, то есть, формально она автокефальная, потому что она записана в диптих, то есть, в список автокефальных церквей по версии Константинопольского патриархата, но ни один другой патриарх, ни одна другая автокефальная церковь до сих пор ее не признала, и что-то не видно, что-то собирается признавать. Хотя скоро будем праздновать годовщину исторического, так сказать, решения, вот в начале сентября, жена, да, предоставление Томаса, вот. Поэтому все, все можно сделать, и как раз, если Зеленский не будет бояться того, что ему, так сказать, в спину будут кидать камень выжившие в неравном бою с реальностью сторонники Порошенко, то все это может получиться. Но встреча с Эрдоганом, она тоже обусловлена взаимным интересом. Эрдоган, безусловно, поддерживает крымских татар, и не только из сентиментальных соображений или этнической близости торговых крымских татар, но и потому, что в Турции самая очень крупная и в несколько миллионов человек крымско-татарская диаспора, которая должна голосовать за Эрдогана и за его партию, а не за кого-то другого. И у Эрдогана есть очень четкие интересы, связанные с тем, что Россия не должна укреплять свои интересы в Черноморском бассейне, поэтому здесь поле для сотрудничества с Украиной очень большое. Как раз преувеличена степень дружбы Путина с Эрдоганом, с Путиным. Это очень конъюнктурный проект, который выглядит как бы через оптику кремлевских СМИ совсем не так, как на самом деле. Потому что Эрдоган, собственно, нужно наполнить российским газом. У него две задачи. Надо получить от Москвы две вещи. Наполнить российским газом газопроводную систему ТАНАП, вот этот новый транс-адриотический газопровод, что без России сделать сложно. И второй, нужно договориться с Путиным о ограничении сферы влияния в Турции. Все. Больше Украины шансов договориться с Эрдоганом по ключевым вопросам. У нас здесь еще много обсуждали звонок Зеленского Путина после того, как были убиты четверо нацгвардейцев. И многие говорили о том, что зачем же он там негодяю звонил, зачем же с ним, о чем с ним говорить и так далее, и так далее. Какой ты видишь сегодня вообще перспективу этих взаимоотношений, которые, в принципе, они... В рамках этого процесса перспектив нет. Я в этом много раз говорю. Нужен Минск, ну, допустим, чтобы не обижать Александра Григорьевича Лукашенко, не менять формат и не травмировать уши и элитные народные, уже привыкшие к слову «Минск» в этом контексте. Хоть будет «Минск-3», но содержание у него должно быть совершенно другое. А когда его удастся подписать, неизвестно. Потому что Россия делала ставку на замороженный конфликт Приднестровского образца. Она его и получила. И минские соглашения фактически фиксируют этот вечный конфликт. Потому что мы с тобой много раз говорили, что нельзя внести изменения в Конституцию Украины, связанные с Ордло. Если нельзя провести выборы по украинским законам в Ордло, то никогда Россия не передает по этим же Минским соглашениям контроль над границей. А без этого ничего не получится. Тут, кстати, еще, насколько я понимаю, на следующей неделе, в конце, или даже не через 10, а через 10 дней, приезжает в Киев Беньямин Нетаньяху. Если я ничего не путаю. Премьер-министр Израиля. Который предложил свои услуги в качестве посредника между Россией и Украиной. Миньямин Нетаньяху действительно пользуется влиянием большим на Владимира Путина, поскольку, как всякий русский мальчик, довольно провинциальный, с охраной, это была оговорка по Фрейду, с окраина города Санкт-Петербурга, Путин действительно считает, что евреи правят миром. Я, естественно, как еврей, так не считаю, но иногда и не отрицаю этого, чтобы, в общем, как-то укрепить свои позиции в отдельных частных вопросах. И поэтому более произраильской политики, чем Россия проводит при Путине, не было никогда ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. Путин всегда желанный неизменный гость на всех еврейских праздниках в городе Москве. И на выставках во всяких общинных центрах и прочей орунде. Мы знаем, что Израиль не только не отменил безвизовый режим после событий 2014 года, но и всячески дистанцировался от режима Санкт-Петербурга. Но, и, конечно, если бы можно было ввести израильские войска на линию разделения, это было бы очень эффективной мерой, но на это не пойдет, конечно, сам Израиль, поскольку ему войск не хватает, чтобы поддерживать безопасность в своей стране. Израиль никак не занимается никакими проблемами, кроме чисто еврейских, и надо сказать, что у него это хорошо получается. Но Беньямин Нетаньяху мог бы помочь Зеленскому в одном очень важном вопросе. Он мог бы свести его на короткой ноге и на дружеских основаниях с Джаредом Кушнером, дятем Дональда Трампа. И вот по этому каналу Зеленский мог бы решать огромное количество вопросов, которые сегодня не решаются. В том числе из-за сопротивления определенных сил внутри Украины. Тут же неожиданно я обнаружил, что Юрий Луценко стал мощным трампистом. И не обратил на это внимание. Он сторонник Трампа. Ну и не только он. Я должна тебе сказать, что не только он. Не только он. Сразу видно, что плетутся какие-то интриги из команды бывшего президента. Там в Вашингтоне против нынешнего. Потому что есть только косвенные признаки, но их довольно много. Например, Юрий Луценко на этой неделе начал обелять Полу Манафорту. Он сказал, что, оказывается, вот эта амбарная книга, которую забыл Виктор Трепок, генерал СБУ, что в ней-то подписи Манафорта так и оценят. Нифига. Мне-то напоминает старый советский анекдот «И снова здравствуйте». Понимаешь? «И снова здравствуйте». Хотя должна сказать, что как только была публично затеяна история с Манафортом, я спросила у Лещенко, который первым открыл эту тему, он как раз у меня был прием в эфире, «Сергей, а есть вообще где-то подпись?» Он сказал, что подписи нет. «Но мы знаем», – сказал он. «Ну, смотрите, хорошо». Он официально заявил, что за Манафорта расписывался депутат Евгений Геллер. Поэтому с амбарной книгой… Переданная туда американцам является доказательством по делу Манафорта. И, может быть, все еще можно переиграть. Поэтому Джаред Кушнер нужен Украине. Он должен стать иконой сопротивления. И вот эта возможность познакомиться с Джаредом не во время визита Нетаньяху, а после него через Нетаньяху упускать ни в коем случае нельзя. Уже второй мой бесплатный совет. Поскольку мы заговорили о Минске, я тебе хочу сказать, что дипломаты западные, по крайней мере, когда они приезжают в Киев или выступают, и их речи связаны как раз с этой темой, они все настаивают на том, что раз мы Минск подписали, то мы должны его выполнять именно в том виде, в котором есть. Но я вспомнила о западных дипломатах. Вот еще почему. На этой неделе опять поднялась колоссальная волна, такая мощная в защиту Ульяна Супрун. И судя по тому, что в социальных сетях участвуют в этой волне, ее поддерживают все люди, которых условно называют грантаедами и которые так или иначе связаны с американской темой, с американским посольством и так далее, все понимают, что происходит некое давление на Зеленского с тем, чтобы именно Минск осталась на этой должности. Хотя, нужно сказать, что в Украине ее очень не любят. И совершенно очевидно, что она сделала мало, а не сделала вообще ничего для реформы. Ну, ясно, что Зеленский не может оставить Супрун, поскольку это было большим ударом по его имиджу и репутации. Тем самым он показал в очередной раз, что он зависел и от прежней власти, и от американцев в такой степени, что самостоятельных кадровых решений принимать не может. Причем эта логика действовала бы и в том случае, если бы Ульяна Супрун была идеальным министром права. Если бы просто вы все ее любили и носили на руках, все равно он не смог бы ее оставить по политическим причинам. К тому же там Михаил Радуцкий, кажется, рассматривается, который основатель клиники Борис, и после него вызывать как-то скорую помощь, там все было ничего. Это меня бы заочно поддержало Радуцкого, с которым я не знаком. Ну, нет, нет. Зеленскому придется, к сожалению, менять команду кардинально, чтобы полностью избежать обвинений в зависимости от всего прежнего и старого. И это даже не связано с качеством работы нынешних министров зачастую. Тут, кстати, министр инфраструктуры Владимир Амелян заявил, что собирается остаться в политике. Это абсолютно идеальный министр Порошенковского правительства, потому что он действовал по одной стандартной схеме. Что-то объявляется, какой-то мегапроект. То ли хайперлуп, то ли, например, запрет на железнодорожные сообщения между Россией и Украиной. После этого не происходит ничего. То есть ни хайперлупа, ни запрета железнодорожного сообщения, поскольку всем очевидно, что первое нереализуемо, второе тоже из-за того, что это единственный прибыльный участок работы у Украины-Залезницы. Потом следует следующее заявление. И так, значит, до очередного праздника. Да, поэтому такой человек может остаться в политике, я нисколько не сомневаюсь. Слушай, мы обещали в прошлый раз с тобой еще ряд вопросов обсуждать, но мы обещали лучше комментарии показать своим зрителям. Ну давай, что ты нам выбрал? Выбрал что-нибудь? Да, я выбрал про то, что меня стройнит видеокамера, с помощью которой я работаю. Как понимаете, я же всю жизнь работаю в технологии и IT-сфере. Начинал с системным программистом еще в середине 80-х годов, 20-го века. И поэтому, естественно, я сделал в рамках определенного стартапа в России специальную веб-камеру, которая меня стройнит. Я просто не хотел об этом говорить, потому что эта веб-камера может пригодиться очень многим, в том числе и в украинском политическом классе, ну не говоря уже, естественно, о многих прекрасных дамах, которые хотели бы несколько изменить представление общества о своих габаритах. Таких всегда традиционно много, особенно среди супругов-олигархов и крупных политических лидеров. И я думаю, что когда Михаил Гай и другие несколько умерят свою активность в деле недопущения МНО и СДУ на Украину, то як вот те стартапы, которые могут делаться в Украине, это и вот это, и тут уже упомянутый мной стартап с специальным устройством, которое вшивается в щеку, помнишь, я тебе рассказывал, и человек говорит по-русски, но из уст его выходит абсолютно украинский текст, что могло бы всем, включая спикера парламента... Ну что, мы найдем этот комментарий и обязательно мы... А что, мы книгу вышлим, как обычно, или что-то другое? Нет, ну, мы вышлим, собственно, сам образец веб-камеры, конечно, он торжественно будет вручен в Киеве на Майдане. А, все отлично. Присутствует нового главы у Баканова. Я тебе должна сказать, что в этот раз у тебя было особенно много комплиментов, писала много женщин о том, что ты похорошил, что у тебя замечательное право, и все так увлеклись комплиментами тем, что практически никто не написал, что я дура. Поэтому, собственно говоря, да. Собственно говоря, мне в этот раз повезло. А я выбрала, знаешь, какой комментарий? Станислав, хочу выслать вам коньяк из Еревана. Оставьте контакты или адрес. Надо оставить контакты, Станислав. Пусть уже высылают. Нет, ну, поскольку все-таки лучше прямые, поддерживать горизонтальные коммуникации на постсоветском пространстве, я предлагаю выслать этот коньяк в офис Наташи Влащенко в Желтновом палаце, то есть в Октябрьском дворце в городе Киеве. Это оптимально. Вот так, он тебя подождет. Я надеюсь, что ты в сентябре все-таки придешь в Киев. Да, конечно. Ну, опять же, если СБУ меня пустит, про СБУ я сейчас кое-что еще скажу. Значит, ну, я вообще ограничиваю себя сильно, когда я нахожусь в России или в Европе, или, например, на островах Каба-Верда, где я нахожусь сейчас, прорабатывая проект Русского Ковчега, то есть альтернативная Россия в крепких напитках таких, поскольку мне вообще врачи запретили пить напитки крепостью выше Марти. Но в Украине, поскольку это свободная страна, я эти правила не сомлюдаю. Поэтому коньяк, конечно, должен прибыть в Киеве. Я в этом несколько не сомневаюсь. А СБУ, отвечая на призыв Мирослава Гая, кстати, в связи с чем я вспомнил анекдот о том, что в Брежневское время там будет и мировая война. Нет, мировой войны не будет, но борьба за мир будет такая, что камни на камне не останется. Я бы очень хотел услышать отслуживание безопасности Украины, когда окончательно применяется и руководство после 29 августа, первого дня заседания Верховной Рады Нового Созыва. Что же все-таки произошло с делом Бабченко? Не будут ли обнародованы все материалы, которые расскажут о том, никто не собирался выбирать Аркадия Бабченко. Мы знаем теперь, что его киллер был сотрудником СБУ уже тогда. Куда делся Борис Герман, которому за попытку организовать убийство 47 людей дали 4,5 года тюрьмы. Это в американских детективах, всяких криминальных драмах и детективах в таких случаях принято говорить, хотел бы я поговорить с твоим адвокатом. Вот что там все, чем дело закончилось, будут ли обнародованы все добро. И может быть привлечем внимание многих украинских патриотов к деятельности отдельных граждан страны агрессора на территории Украины, которые действительно являются провокатом инспекции. Ну, я думаю, что не только дело Бабченко. Есть еще много ряд дел, которые было бы интересно очень вообще всего знать. А на самом деле, что это было и был ли мальчик. Я думаю, что так или иначе, это будет предназначено. И 47-ка это создавалось с одной-единственной целью, взять под полный контроль участников этого списка, который потолстел вдруг с 30 участников до 47 за одну ночь, то есть, видимо, ФСБ дослало Юрию Луценко электронной почтой дополнительные 17 фамилий, взять их под контроль, легализовать наружное наблюдение, за ними прослушивание, ну да, чтобы если вдруг попадется СБУ на этом, чтобы прослушать, как, людям же грозит смертельная опасность со стороны России, мы обязаны просто их контролировать, продеваться некуда, ну и кроме того, создать моральные обязательства, чтобы все участники списка знали, им спасли жизнь, и поэтому выступать против Порошенко Петра Алексеевича критиковать его ни в какой степени, они, конечно, не могут. Но как-то дело, даже мне обидно, что эта интрига была так белыми нитками сшита, что сразу развалит. Не увидел я звериного оскала из-бы в этой интриги. Какой-то был такой легкий припуск балагана, может быть, даже и нелегкий. Ну, взяв Порошенко наступает замечательный момент, когда уже начинаются очные ставки. Я думаю, что сейчас у него не самое лучшее время. Зато, по-моему, очень неплохо себя чувствует Гладковский, которого вот у нас тоже на этой неделе обсуждали, кто-то там снял видео, как он с очаровательной блондинкой гуляет в Испании и чувствует себя очень неплохо. По моему глубочайшему разочарованию в этом сообщении было написано, что это его жена официальная. А, все-таки, да? Потому что я не считала... Стал, будет. Ну, отлично, гвозди бы делать из этих людей. Ну и нормально. Чик гуляет в Испании. Я думаю, что у страны агрессора было запчасти для вооружения. Что же ему не увлечь собой молодую женщину? А молодые женщины же любят героев, независимо от знака этого героизма. Они любят никаких, не любят никаких мужчин, бесцветных и блеклых. А если человек, будучи главным... Сейчас мы с тобой обсуждали, что деньги и власть сексуальны чрезвычайно, а все остальное уже, в общем-то, где-то... Одной рукой бей себя в грудь и обещается крушить страну-агрессора и войти с танками на Красную площадь в Москве, а другой подворовывать за счет агрессора же. Это человек незаврядный, как мне. Согласна. Ну что, финальный анекдот, Стас? Финальный анекдот. Финальный анекдот, по поводу смены политики. Все-таки все ожидают от парламента и зелия, где большинство полностью контролирует Зеленский. В альянсе с самим Зеленским все-таки полный смен и верх. И в этом смысле я был порадован заявлением о земельной реформе и о земельном рынке, поскольку это когда-то же давно было прозвучать. И очень хорошо, что Зеленский понимает, что именно сейчас тот момент, когда ему удобно это сделать, а уже через пару лет, если его большинство распадется, это будет для него гораздо сложнее. Но очень важно, чтобы в отличие от Виктора Ющенко, Виктора Иноповича и Петра Порошенко, Зеленский не завяз в болоте прошлого и в корете прошлого, в который далеко не уедешь. В связи с чем, я вспоминаю анекдот про Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, как Леонид Ильич приезжает на свое рабочее место, в кабинет генсека на Старую площадь, и вдруг помощники обращают внимание, что он в разных ботинках, один черный, другой коричневый. И помощник говорит, Леонид Ильич, может быть, отправим людей домой, и они повезут в ботинки? А что Леонид Ильич отвечает? Нет, вы ничего не понимаете. Дома остались тоже разные. Вот, чтобы та политика... Отредни на один вопрос. Ты сейчас слышала и думала об этом. Почему эпоха Брежнева дала такое количество суперанекдотов, очень смешных, которые спокойно пролонгируются в будущее и так далее? То есть, это признак качества анекдота. Почему нынешнее время, в котором тоже очень много смешного, практически не дает никаких свежих, интересных анекдотов? Ну, потому что сейчас есть публичная политика, над которой особенно не посмеешься. Даже нам с тобой это сложно что-то говорить. А кроме того, вот был еще этот анекдот про анекдоты, как Игорь Владимирович Андропова, представитель КГБ, СССР, спрашивает на пресс-конференции, хотя я не уверен, что он, как ли, проводил пресс-конференцию на территории СССР. Игорь Владимирович, а кто там сидит и сочиняет политический анекдот? На что Игорь Владимирович отвечает? Ну, кто сочиняет, тот и сидит. То есть, видимо, была большая плеяда авторов, которые нашли себя в этом. А когда началось время свободы, они занялись чем-то другим. И я в свое время мне, так сказать, высказал идею, что вообще для того, чтобы русский народ избавился от комплекса неполноценности и тесно сопряженного с ним имперского комплекса, заставляющего влезать в дела многих других народов и не заниматься своими собственными делами. Ему нужно дать за политические анекдоты Брежневской эпохи Нобелевскую премию по литературе. Чтобы Нобелевскую премию по литературе получил русский народ. Вот Евросоюз же получил Нобелевскую премию мира, иначе я русский народ. Субъект, вернее, объект в данном случае может получить Нобелевскую премию мира и утолить комплекс неполноценности. И тогда она станет чаемый и лелеемый мир. Не только в российско-украинских отношениях, но и вообще вокруг России. К чему мы все так стремимся? В том, что в рамках нашей программы Нобелева. Вот на этой мажорной ноте я оставляю тебя хорошей на своих островах. Как правильно заметили все наши зрители. Я тебя обнимаю. До следующей субботы. Надеюсь, что нам будет о чем поговорить. Конечно, что острова похорошают. И мы предъявим их миру как образец особых методов управления. Все, а я жду коньяк. Конечно же. Все, всем пошлем письма. Все, мы рауга. До скорого.